Железная логика И, наверное, вот эта достаточно успешная операция, она по-новому внесла новый смысл в слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС, подтвердил он еще раз, что ЕС будет добиваться урегулирования конфликта на Украине с силовыми силами. Это главный дипломат Европы, Старого Света, говорит о том, что нужно решать конфликт силовым путем. Вот насколько он дипломат, уже вопрос. Ну, а тут вот такая штука, да, что касается Евросоюза и Запада. Да, они совершенно однозначно взяли курс на разрушение Украины, скажем так, потому что через разрушение Украины они пытаются максимально ослабить Россию, и для них это, в общем, стратегический приоритет. При всем при этом, мне кажется, они настолько, так сказать, как, знаете, в советских газетах писали раньше, закусили у дела, что им вообще уже все равно. Они поняли, что, главное, они-то в безопасности, но у украинцев можно палить там сколько угодно. Это первое, но и главное для нас это тоже должно быть совершенно понятно с точки зрения, знаете, переводения всех переговоров. Я вот в наших передачах несколько раз говорил, что да, теоретически через переговорный процесс можно было бы добиться такого серьезного компромисса и даже решения значительной части тех целей, которые, как бы, ставят перед собой специальные военные операции. Теоретически, но практически этому мешают два обстоятельства. Первое, ну, откровенная несостоятельность украинской власти, то есть, грубо говоря, договариваться с ними о чем-то крайне проблематично, но даже если вы и договорились, это не значит, что они будут исполнять эти соглашения, как это было с минскими соглашениями, два. А второе, это позиция Запада. Запад, мне кажется, совершенно не заинтересован ни в каких переговорах, да, и ни в каком урегулировании. Он не даст просто-напросто, как бы, да, украинской власти заключить какие-то договоренности, которые могли бы остановить войну, как бы, да, но при этом быть на взаимоприемлемых условиях и на тех условиях, которые для России являются стратегически важными. Поэтому для тех, кто, грубо говоря, рассчитывает на переговорный процесс, надо понимать, что без однозначного военного успеха, однозначного военного успеха, никаких переговоров, никакой переговорный процесс, он не даст результата. Теперь же касается однозначного военного успеха. Но, знаете, я думаю, что раз уж мы начали все это, да, то надо этот успех однозначно, так сказать, показывать. С одной стороны, действительно, мы перемалываем всю военную инфраструктуру Украины, таким образом демилитаризуем ее, если хотите, по факту. С другой стороны, действительно, операция длится дольше, чем ожидало большинство наблюдающих за этим российских граждан. — Нам говорят, да, Сергей Александрович, перебиваю, нам говорят, что и в Минобороне, и руководство высшей страны, что у нас все идет по графику, все идет по плану, и поэтапно мы вот эту проблему демилитаризации, деноцификации Украины, мы ее решаем. Ну, наверное, ожидания расходятся. — Я прекрасно знаю, что они нам говорят, а еще знаю то, что они нам не говорят, но смысл не в этом. Смысл в том, что все-таки победителей не судят, поэтому, когда мы говорим об аккуратном отношении к территории, к инфраструктуре, к населению, о том, что мы руководствуемся принципами гуманизма, я согласен, да, вот этим мы, по большому счету, отличаемся от тех зверей, с которыми приходится сталкиваться на той стороне. А на той стороне действительно сконцентрировались откровенные звери. Но я вам другое скажу. Вот настоящий гуманизм будет заключаться в том, чтобы как можно быстрее добиться военного успеха, и тогда, на самом деле, как бы погибнет в конечном итоге меньше, в том числе, украинских граждан, и даже украинских военнослужащих. Ну, там вот простой пример. Вот мы размолотили вот эту вот технику, которая прибыла из Восточной Европы. Это хорошо, и это надо делать. Но, с другой стороны, а почему она вообще дошла, условно говоря, до Днепропетровска? Зачем? Она откуда шла? Она шла с западных границ. Мы что, не знаем карты, так сказать, Украины? Не знаем карты железнодорожных узлов и дорог? Почему, как бы, на востоке Украины, где живут люди, которые симпатизируют России, там идут, так сказать, серьезные боевые действия, а на западе Украины они неплохо все живут? И вообще, спокойно, так сказать, приспокойно себе существуют. Может быть, надо взять и уничтожить все железнодорожные узлы, или кого-то надо учить военной истории, так сказать, да? Все крупные автомобильные развязки, отрезать пути, в конце концов, но восток от запада и от центра отделяется, например, Днепром, через который есть мосты. Представляете, так сказать, да, вот удивительное дело, через которое есть железнодорожные мосты, да? Что, так сказать, что здесь такого непонятного? Вот есть вопросы, да? В конце концов, если уж мы такие гуманисты, надо понимать, что если, например, пополнение с запада Украины не доедет до фронта на востоке, то их жизни будут сохранены. Считайте, что вы проявили таким образом гуманизм. Лучше разрушить железнодорожные мосты и узлы, чем, так сказать, это самое, уничтожать живую силу противника, если уж, так сказать, речь идет о гуманизме. А с той стороны, как бы, третье, да, какого-то гуманизма точно уж совершенно ждать не приходится, поэтому чем быстрее, как бы, и эффективнее будем разматывать, как бы, всю эту вот украинскую военную машину, доказывая, в том числе, Западу, что поставки оружия бесполезны, тем лучше будет для всех, включая гражданское население. Вот так получилось, что вот это вот недавно была вот на днях провокация в Краматорске, когда ракеты точку украинские ударили по железнодорожному вокзалу, а, так сказать, у меня достаточно много знакомых на Украине, и мне вот оттуда, так сказать, тоже сообщили, как вообще все это было. Сначала власти Краматорска объявили по всему городу, что людям надо собираться на вокзале, тем, кто хочет эвакуироваться, так сказать, в другие районы Украины, надо собраться на вокзале. При этом никакой возможности выехать, например, скажем, на восток, там, ну, в Россию, как бы, или в ДНР, ЛНР, понятное дело, не предоставили, так сказать, они там везде распространяются один и тот же слух, что, значит, на восток и в Россию ехать нельзя, вас там арестуют, убьют, так сказать, зарежут, как бы, да, ограбят и прочее, прочее. То есть только на Запад. Они объявили по всему городу, что надо собрать людей, собраться на вокзале, а когда люди собрались в ожидании, да, прилетели вот эти ракеты. Прилетели эти ракеты, причем, как бы, там, насколько я понимаю, два раза был удар, да. Басурин говорил две ракеты. Две ракеты прилетели, да, две ракеты прилетели, как бы, да, и при этом, при этом, значит, кто-то сразу стал говорить, это русские, русские, из тех, кто там, это самое, организовывал все это дело. Но на самом деле внутри людей там, как бы, ну, даже те люди, которые там собрались в тот момент удара, как бы, да, люди кричали, это бандеры. Там, я должен сказать, что вот в этих прекрасных, так сказать, городах Украины, Краматорск, Славянск, Западоукраинцев и даже киевлян, он иначе как бандерами не называют. Это бандеры, это бандеры, как бы ударили по нам, да, вот так кричали люди, вот это там происходило. Но до этого, еще раз говорю, городские власти специально назначили время и место сбора всех тех, кто хочет покинуть территорию, так сказать, это самое, боевых действий. И я думаю, что они в конечном итоге, значит, рассчитывали так, вот, значит, кто хочет покинуть, мы их здесь уничтожим, а все остальные, как бы, да, будут понимать, что уезжать нельзя, будут оставаться здесь, и мы будем прикрываться ими, как этим самым, щитом из мирных жителей. Вот это я к тому, что, знаете, что-то какие-то разводить тут нюни, какие-то, так сказать, бирюльки, бирюльки играть с этими людьми совершенно не имеет смысла, да, не имеет смысла. Имеет смысл максимально эффективно, так сказать, прекращать пути снабжения, максимально эффективно демилитаризовывать, так сказать, и принуждать их к сдаче, как бы, в плен, а кто не сдается, тех уничтожать. Потому что, еще раз говорю, победителей не судят. И еще один пункт, который я хотел сказать, так сказать, да, вот я рассказывал, что некоторое время назад проехал там по приграничным областям, и сейчас вот мне опять мои знакомые оттуда вернулись. Все-таки я вот настаиваю на том, что в приграничных областях России надо вводить особый режим управления, чрезвычайное положение, еще как-то, я не знаю. Контролировать машины на дорогах, так сказать, контролировать происходящее на границе, вот, потому что, потому что, вне всякого сомнения, попытки перенести там террористическую деятельность на нашу территорию, как бы, да, украинские власти будут предпринимать. В Белогородскую область периодически прилетают точки У, прилетают, так сказать, мины, снаряды и не только туда. Вот, я думаю, что для того, чтобы, так сказать, эффективно там управлять ситуацией, нужна некая, так сказать, особый режим управления. Ну и плюс, конечно, в любом случае, вот мы покинули Черниговскую и Киевскую область, но отодвинуть линию соприкосновения как минимум на 150 километров от границы с Россией, это является стратегически важной задачей. Почему? Потому что у точки У это самое дальнобойное оружие, которое есть в украинской армии, дальность около 120 километров. А если на Запад что-то более мощное и дальнобойное поставит? Ну, пока об этом речи не идет. Пока Запад поставляет, так сказать, только такую технику поля боя. Ну, а если Запад будет поставлять что-то более мощное, возвращаемся к пункту первому. Значит, железнодорожные узлы, мосты, так сказать, дороги, как бы, и уничтожение, причем на Западе Украины. Не надо ждать, пока это доедет до линии соприкосновения, не надо ждать, пока, так сказать, это доедет до российской границы или что-то в этом роде. Уничтожать на Западе. На Западе вся зараза собралась. На западе Украины собралась вся идеологическая, так сказать, управленческая и прочая зараза. Недаром, так сказать, там во Львове все эти корпункты всех этих иностранных СМИ находятся. Там вся вот эта вот кодлок, там она собралась. Там они переправляют ГСМ в цистернах из Польши, там они переправляют технику. Вот и там на самом деле есть вот это главное, как бы, это самое главное, вот это паучье, так сказать, гнездо вот этого бандеровского неонацизма. Вот туда, как бы, надо и направлять всевозможные калибры, значит, наши дальние ракеты, высокоточное оружие и так далее, чтобы там все это и оставалось. Вот. А в противном случае получается, что те люди, эти территории, которые мы собираемся, так сказать, вот присоединить ДНР и ЛНР, как бы, да, которые мы контролируем, они больше всего и страдают. Те люди, которые мы считаем, так сказать, ближе к нам, с симпатией относящимися, они больше всего страдают. А эти твари, значит, которые этому бандере задницу целовали все эти годы, они ничего себе живут нормально. Ходят там все по магазинам, так сказать, да, в кино, вот блатуют, собирают с этих беженцев огромные деньги и нормально себе живут. Вот я думаю, что это имеет, над этим имеет смысл подумать. По поводу разрушения, вы сказали, что нужно на Западе останавливать эшелоны с вооружением, останавливать в том числе и на железнодорожных узлах, и на дорогах. Но, с другой стороны, в обратную же сторону, в сторону Европы идет поток беженцев из Украины, как раз по железной дороге вывозится, на автомобилях по дорогах. И много раз мы подчеркивали, что мы денацифицируем, мы не воюем с населением, мы денацифицируем, убираем нациков всевозможных. И вот калибр, который уничтожил С-300 Словацкого, он уничтожил, вот Минобороны посмотрел данные, именно в ангаре, то есть эту технику уже сгрузили с железной дороги, куда-то спрятали, но спрятать до конца не удалось. Павел, я честно скажу, я считаю, что это ерунда, пусть на меня Минобороны не обижаются, но это все какие-то благоглупости, честно говоря, потому что вот так вот война в белых перчатках, она не ведется. Это благоглупости, которые приведут только к одному, к удлинению сроков вот этого всего, а значит к увеличению потерь, а значит к увеличению расходов и всего остального. Что касается потоков беженцев, которые туда идут и прочее, но никто же не предлагает бомбить беженцев. На самом деле, для того, чтобы разрушить эти узлы, как бы железнодорожные мосты и прочее, можно выбрать соответствующее время, да, разведка должна работать, как бы, да, спутник тоже периодически все-таки, не каждый, не постоянно, но периодически пролетает на территорию Украины, как известно, раз в сутки. Вот, это самое, выбрать соответствующее место и время, как бы, да и нанести удар, потому что для того, чтобы разрушить железнодорожный узел, вообще совершенно не надо бить по пассажирскому вокзалу. Все эти сортировки, все эти развязки, они находятся за пределами зоны, там, посадки, высадки пассажиров, там, и прочее, прочее. То есть, грубо говоря, было бы желание, это можно сделать, это можно сделать. Аж про мосты я вообще не говорю, потому что это достаточно вещь, за которой можно наблюдать. Это тот же беспилотник может смотреть за этим, ну, на Западной Украине использование беспилотников затрудняется, но, тем не менее, можно выбрать средства. Вот, а это вот, это будет бесконечно. Если мы говорим, они прикрываются людьми даже в зоне боевых действий, ну, только они там будут прикрываться. Вот и все. А гуманизм будет состоять как раз в другом. Гуманизм будет состоять в том, чтобы принудить украинскую армию остановить боевые действия. И тогда гораздо больше останется в живых мирных жителей, чем если это все растягивать на бесконечно долгое время. Знаете, как в том фильме, это самое, отрезать хвост у собаки по кусочкам, потому что ее очень жалко, по частям. Вот так вот, так что я думаю, что здесь может быть найден компромисс. Я понимаю, что легко рассуждать, сидя, как бы, да, так сказать, на радио. Вот, и понятно, что мы с вами не обладаем всей полнотой информации, но, тем не менее, такие замечания, как бы, ну, и такие размышления у большого количества людей возникают, да, и вызывают определенные вопросы. Потому что, ну, они вам долго еще будут, это самое, мотать нервы. У них много всякого барахла, там, в Восточной Европе. И что, вы будете за каждым комплексом С-300 гоняться, что ли? За каждым конкретным танком гоняться, да, и все такое прочее. На ней лучше ли сделать так, чтобы они просто не могли туда прибыть, да, и, по крайней мере, минимизировать собственную тоже работу? Представьте себе, например, одна ракета-калибр по одному мосту, и, условно говоря, там 100 таких танков не смогут доехать до поля боя. А если 100 танков доедут до поля боя, вам придется потратить на них 100 ракет и сделать 100 боевых вылетов. Есть разница? Мне кажется, есть, и она совершенно очевидная. А то, что, так сказать, там может кто-то пострадать, ну, слушайте, да, знаете так, вот это может быть жестоко выглядит. Этот народ выбрал себе соответствующую власть. Этот народ выбрал себе соответствующую власть. И сейчас он действия этой власти, так сказать, да, то ли одобряет, то ли не может выступить против, не имея значения. Соответственно, за свой выбор надо платить. Вот и все. Пусть это звучит, так сказать, даже, может быть, жестоко, но я не вижу смысла, как бы, честно говоря, вот в этот детский сад разводить бесконечные, так сказать, сопли. И говорить, ну, вот мы так вот. Это вот в таком стиле, это может растянуться там, ну, лет на 15, например. Это кому-то нужно? Мне кажется, это никому не нужно. — Ну, как заявил у спикера Госдумы Вячеслав Володин, что война до последнего украинца стала официальной политикой Евросоюза и НАТО, ну и Великобритания тут тоже голос подала, что давайте украинцы, бейтесь, а мы вот и посмотрим из-за Ла-Манша, как у вас там дела. — Ну, это обычное дело для них, да, возвращаясь, так сказать, к Западу, я думаю, что политика западная в отношении Украины совершенно очевидна. Кстати, вот тоже интересная, так сказать, интересная, как бы, значит, черта вот нынешнего отношения Запада к Украине. Например, в этом году Украине по долгам надо выплатить 16 миллиардов долларов. — Пока, пока, по крайней мере, вот на данный момент, пока, да, вообще на Западе, ни в Европе, ни в Америке, ни в МВФ никто не говорит об отсрочке платежей по долгам. Нормально? Вообще никто. Не, может быть, они их отсрочат, может быть, они реструктуруют, но пока, вот сегодня у нас уже 11 апреля 2022 года, да, пока, как бы, никто Украине списывает долги или реструктурировать долги или еще что-то в этом роде не собирается. А деньги, которые даются, даются исключительно, исключительно, как бы, да, на военную технику, причем тоже эти деньги ведь не дарятся, это, точнее, подарки. — Ну так, купите у наших производителей. — Конечно. Это просто сейчас происходит продажа в долг. Вот сейчас вся та военная техника, которая прибывает на Украину и все вот эти помощи, это все долги, долги для Украины на будущие поколения. Кстати, может быть, для этого тоже, в том числе, украинцам надо было бы подумать, может быть, сменить эту власть, которая возьмет и обнулит все долги. В том числе, поэтому, между прочим, Запад, значит, тоже пытается максимально эту ситуацию протянуть, оставить Зеленского. Ну, что такое, как Зеленский или как Порошенко или еще какой-нибудь там полудурок, типа Кулебы, они же будут платить долги Западу. А, предположим, совершенно новая власть, которая может прийти, она может сказать, все, мы отказываемся от этих долгов. В нынешней ситуации, как бы, Украина может объявить дефолт по долгам, как бы, и все, и плевать ей на все эти дела, честно говоря. Ну, а для этого, в том числе, как бы, да, держат и всех этих Зеленских, и всех остальных, потому что их можно заставить платить по долгам вечно. Представляете, какой сейчас вот формируется огромный долг, связанный с поставками оружия, боеприпасов, так сказать, снаряжения там и всего остального. Он будет огромный, он будет просто астрономический этот долг. Это будет означать, там, ну, закопаление Украины, там, ну, лет на сто, наверное, вперед, так сказать, если не больше. Если вообще не навсегда. Ну, конечно, как бы, им это гораздо выгоднее. А пока никто из них не собирается списывать. А деньги, которые они дают, идут исключительно на военные цели, как бы, да. То есть, давайте, давайте, воюйте там еще больше, воюйте и так далее, и так далее. На экономику ни одной копейки не дается, ни одного цента, ни одного евро. Потому что они понимают, что это, так сказать, по большому счету, просто-напросто бесполезно. Кстати, и нам тоже важно по поводу, вот там, грубо говоря, а что же будет после этого военного конфликта. Слушайте, вот эта вот драка между славянами, как бы, она очень выгодна всем этим британцам, европейцам и прочее, прочее, да. И чем быстрее через военный успех и смену власти мы ее закончим, так сказать, тем больше нанесем реальный ущерб нашим геополитическим противникам. Вот это тоже важно, мне кажется, понимать. Ну, киевский режим же надеется, что оплатят все вот эти его развлечения военные за счет средств, которые заморожены, по сути, украдены Западом. Я имею в виду наши золотовалютные резервы, это 300 миллиардов. Ну, аппетиты у них растут, там уже видел цифру, и под триллион они хотят. Ну, может быть, может быть они что-то и с этими деньгами сделают, надо же понимать то, что это деньги такие, это все цифровые нулики, а потом Украине от этого лучше не будет. Украине от этого, так сказать, не будет слаще, так сказать, проще. Потому что, ну, опять же, вопрос конфигурации того, какой будет Украина после окончания военной операции, может быть она станет такой, так вот, так сказать, преобразится, что просто перестанет интересовать Запад. Это тоже, я этого тоже не исключаю. Потому что вот если представить ситуацию, при которой, например, Украина все-таки будет отрезана от Черного моря, при вот этом уровне разрушения инфраструктуры, и при этом, например, однозначное не вступление в военные политические блоки, и в политические я бы тоже как условия поставил бы, то в общем, на самом деле, эта территория перестанет быть интересной в значительной степени. И кто там будет вкладывать ее в восстановление, да и зачем? Это сейчас они обещают какие-то планы маршала для Украины, но это все в основном польские мечтания и украинские слезы, что называется. А будет ли это, как это будет, это, мне кажется, большой вопрос. Тем более, что мир совершенно очевидно входит, вернее, он уже вошел в серьезную, как это называют, рецессию, точнее, экономический кризис. Этот кризис будет только развиваться, тем более усугубленный санкциями против России. Поэтому разговоры разговорами там, а как оно будет на самом деле, будет ли действительно кто-то эти триллионы, так сказать, миллиарды вкладывать в Украину, это большой вопрос на самом деле.